Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Сегодня будем говорить о новых возможностях для женщин, находящихся в декретном отпуске. Демографические проблемы, нависшие как дамоколов меч над страной, заставляют весьма серьёзно относиться к появлению в молодых семьях детей. И одна из задач – постараться создать для этого все условия. Мой собеседник – Александр Дорофеев, руководитель Управления развития кадровых ресурсов Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Здравствуйте, Александр Олегович. Большое спасибо, что пришли. Итак, будем говорить о том, чем женщина может заняться в декретном отпуске для того, чтобы не потерять собственную квалификацию и о многом другом. Потому что, насколько я понимаю, огромное количество малобых женщин тормозят стать мамой процесс, потому что для многих из них карьера на сегодняшний день важнее. Может, я не прав, не знаю? Да нет, на самом деле так и есть. Сегодня современная женщина очень сильно заботится о своей трудовой деятельности, о своей карьере, о продолжении своих трудовых перспектив. И когда задумается о рождении ребенка, конечно, в первую очередь, наверное, думает, а что будет дальше? А дальше, да. То есть вот сейчас она уйдет в декретный отпуск. Три года пройдет. А так как сегодня рынок труда очень мобилен, практически ежегодно меняются какие-то новые, появляются новые компетенции, новые квалификации. Программное обеспечение меняется ежегодно практически. Но если взять такие даже известные профессии, как бухгалтер, кадровик, делопроизводство, ежегодно меняются какие-то вот эти приложения, программы. А если она где-нибудь с IT-технологиями связана с бюджетом, производством или еще тут вообще постоянно? Да. То есть здесь, конечно, понимать, что три года просидев с ребенком, она выйдет на работу, и она станет уже ненужной работодателю. И здесь вот наша поддержка со стороны государства, со стороны службы занятости, мы считаем, что должна быть очень такой объемной, и помогать женщинам влиться в рабочую среду безболезненно. Безболезненно для самой женщины, ну и, конечно, приятно будет работодателю, когда уже выходит женщина на работу, она готова специалиста с новыми компетенциями. Поэтому у нас ведется это направление как профессиональное обучение женщин, находящихся в декретном отпуске. Ну, по ходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сейчас вот молодым женщинам, которые вступили давно или не так давно в брак, и которые пока еще думают на тему продолжения рода, можем совершенно спокойно сказать, дорогие мои, ничего не бойтесь. На самом деле есть структура и возможности, которые... Есть возможности для того, чтобы восполнить пробелы, может быть... Это уже действует или начнет? Нет, это уже действует. Мы же с 2012 года это мероприятие ведем. Порядка двух с половиной тысяч женщин у нас уже прошли обучение. Обучение по более чем 70 профессий. Профессии мы здесь как раз не ограничиваем женщину, потому что мы понимаем, что если она работает, она должна выйти на свое рабочее место, то мы обучаем именно по тем компетенциям, которые ей нужны. Она к нам приходит в службу занятости, говорит, что мне нужно по такой-то профессии пройти обучение. А сколько всего компетенции у вас там? Список должен быть какой? Список у нас порядка 250 направлений обучения. У нас здесь перечень приоритетных профессий. То есть практически... Да, но на любой вкус можно выбрать. Я могу сказать такие вещи. Мы последние два года стараемся еще больше даже расширять этот перечень и идем уже навстречу тем, кто даже хочет открыть свое дело. Куда ему обращаться? В службу занятости, в центре занятости населения, который находится в каждом городе Самарской области, в каждом муниципальном районе. Они приходят в центр занятости, берут небольшой пакет документов, это паспорт, выписку с места работы, что у него находится в декретном отпуске. Ну, классический вот этот. Да, документы образования и свидетельство о рождении ребенка. Все. Вот такой минимальный пакет документов. Приходит, пишет заявление, что я хочу обучиться по такой-то профессии, и мы уже проводим конкурсные процедуры и обучаем. Абсолютно бесплатно, могу сказать сразу, для женщины. Что важно вообще. Что важно. Мы здесь даже не ограничиваем в какой-то степени в цене вопроса, потому что у нас есть, например, дорогостоящие профессии, такие, как у нас медицинскому делу обучались, повышали квалификацию в медицине, а это достаточно дорогостоящее. Квалификация в медицине, это медсестры? Медсестры, да. Медсестры, конечно, да. Это мы не говорим про врачебный персонал, потому что там другая совсем уровень обучения. А вот медсестры, у нас, например, в Сызрине был интересный пример, пять человек, именно медсестер, мы набрали группу из пяти человек, они повысили квалификацию, и вот уже все вышли на работу. Ну, совсем другой вопрос и для работодателя. То есть он получил уже подготовленных своих сотрудников, специалистов. Есть у нас направление такое, как мы даже готовы совсем переподготовить, если человек, например, занимался одним делом, но вот вышел в декрет и решил, что хватит, я хочу сменить совсем место направления. Мы готовы абсолютно полностью переподготовить человека. То есть у нас вот примеры есть такие, как, допустим, в прошлом году у нас обучалась женщина менеджером, была, но, сидев в декретном отпуске, она решила уже сменить практически полностью свою профессию. Мы ее переподготовили на закройщика. Она стала портным, открыла свою небольшую мастерскую и сейчас вот занимается пошивом спецодежды. Есть еще пример, когда у нас женщина занималась делопроизводством, сидит тоже так вот с ребенком, и ей очень нравилось всю жизнь заниматься фотографией. Мы прошли курсы фотографии, дали ей такую возможность. пройти по этому направлению фотограф, причем достаточно большой, существенный курс обучения, порядка 300 часов. Ну да, учитывая, что работа с компьютером, это не как раньше. Да, 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 то есть мы, естественно, там и дизайн делать фотографии, и фотошопы, и так далее. То есть она тоже получила эту профессию и сейчас радостью работает по этой профессии. А вот, насколько я знаю, вас перевернули, есть еще вот такой пункт, что обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. Это немножко такая отдельная история. Да, это совсем немножко другой вопрос. Здесь идет речь больше о гибких формах занятости. У нас есть план мероприятий, который мы... Он такой межведомственный план мероприятия. В чем его суть? Мы стараемся с предприятиями проговаривать такие моменты, чтобы в коллективных договорах, которые предприятия делают у себя, были такие моменты, пункты предусмотрены, что, например, для женщин с детьми дошкольного возраста, в основном мы на это тоже оперируем, чтобы давалось какое-то больше свободного времени, чтобы иногда останавливался какой-то гибкий рабочий график, чтобы можно было с ребенком куда-то сходить, в больницу или еще что-то. То есть мы стараемся это предусматривать. И у нас это прописано. В принципе, и сейчас у нас порядка трех тысяч организаций внедрили уже себя в коллективные договоры, и сейчас эта работа продолжается. Ясно. Вот смотрите, мы говорили о программе переобучения. Вот с 2012 года у нас в рейоне, насколько я знаю, во многих регионах она, в общем-то, действовала, но она, насколько я помню, не поддерживалась средствами федерального бюджета, а сейчас ситуация изменилась. Нет, к сожалению, да. Мы именно с 2012 года это направление ведем. И так как это было для нас достаточно новое направление, в 2012 году мы предусмотрели средства порядка для обучения 50 человек, женщин. В прошлом году у нас обучилось уже 570 женщин. То есть вот за семь лет мы в десять раз увеличили количество обучаемых, ну, естественно, и бюджет увеличился. Если мы сейчас говорим о том, что нам нужно решить проблему демографии, то речь должна идти уже не о десятках, а о сотнях, о тысячах людей. Да, соглашусь. Во всем этом никакого нечего. Вот здесь как раз очень большую поддержку национальный проект демографии нам должен сыграть, потому что с 2020 года у нас предусмотрено значительное увеличение количества обучаемых женщин и в том числе федеральный бюджет, который на это придет. Ежегодно порядка 50 миллионов будет направляться из федерального бюджета. Но это мы примерно прогнозируем, что будем обучать не менее там 1100-1200 женщин ежегодно. В итоге, по нашим скромным пока предположениям, что порядка 6000 женщин мы готовы бы им обучить за ближайшие 5 лет. Это, на мой взгляд, достаточно существенная цифра. И даже сегодня те, кто к нам обращается, мы стараемся никому не отказывать. Есть какая-то небольшая очередность, когда мы стараемся женщин обучить ближе к выходу на работу. Потому что бывает, когда к нам женщина приходит, полгода посидит дома с ребенком и говорит, я уже устал, я хочу как-то вот еще чем-то развлечься. Мы говорим, что, конечно, да, это важно, как-то вот сменить место своей занятости. Выйти из квартиры, как говорится. Но в то же время все-таки мы обучаем под вакансию, под работу. А может, она не хочет 3 года дома сидеть? Может, она решила? Бывают такие случаи. Через год и на работу. Если она говорит, что я готов выходить через год, мы идем на встречу, конечно, и обучаем. Но в основном мы стараемся, чтобы именно перед выходом на работу, чтобы ее знания и компетенции не потеряли актуальность. Поэтому, конечно, мы стараемся... Вот женщин каждую контролируем, каждую смотрим, когда она идет в сроки, подходит к выходу, и мы в это время обучаем. Самое главное, чтобы, наверное, надо как-то пропагандировать вот эту работу, что она есть, что она ведется. Потому что вот этот национальный проект демографии, он же не просто затевает, а из-за того, что если мы сейчас не переломим ситуацию, то в середине 20-х годов у нас будут существенные проблемы. К сожалению, да. Сейчас все-таки даже есть статистика, когда женщины решаются на первого ребенка уже в достаточно позднем возрасте. И мы идем к тому, чтобы все-таки женщина не считала, что рождение ребенка – это для нее какое-то ограничение в трудовой деятельности. То есть, однозначно, перспективы дальше будут и должны быть. И здесь мы максимально ее поддерживаем в этом вопросе. Тут все для этого делается. Вся программа, нацпроект демографии, он на это рассчитан. Причем рассчитан ведь не только на... Мы все время говорим про молодых женщин, про молодых девушек, но насколько я понимаю, в этом же у нас проекте демографии, там говорится еще и о поддержке пенсионеров. Предпенсионеров. Предпенсионеров. для женщин и для мужчин предусмотрено тоже достаточно большой комплекс мероприятий. Уже с этого года у нас запланировано тоже обучение этой категории граждан. И мы здесь нацелены на две категории. Первая – это работники предприятий, которые сейчас работают, но работодатель или сам человек этого возраста готов повысить свою компетенцию, свою квалификацию, мы готовы тоже их обучить. Чтобы продолжать оставаться востребованным. Да, потому что все-таки в этом возрасте иногда порой знаний не хватает для какого-то направления деятельности. И тому же работодателю очень в какой-то степени выгодно и приятно, когда их сотрудник, он получает дополнительные компетенции, и во многом мы еще рассматриваем этот возраст как такого наставника, который имеет опыт, имеет знания и еще получает дополнительные компетенции. Он готов обучать молодых на рабочих местах, молодых работников. Это плюс огромный для работодателя. Тем самым мы стараемся удержать этих людей на работе, чтобы, конечно, никто не говорил о каких-либо сокращениях или о высвобождении этой категории. Однозначно. Наоборот. То есть эти люди сейчас очень востребованы. Как много людей к вам обращаются? Если предпенсионного возраста, то порядка сейчас около тысячи человек к нам обратилась. Но у нас стоит задача именно обучить в этом году уже 1100 человек. Мы готовы обучить. У нас на это есть 73 миллиона федеральных средств. Вы чувствуете, что люди знают о том, что есть такая программа, они к вам приходят или есть какой-то недостаток? Я к чему опять говорю? Мне кажется, многие об этом и не слышали. Мне пропагандировать вот это и разъехать нужно надо. К сожалению, по программе предпенсионного возраста это только вот с этого года началось. По сути, два месяца. Вот сейчас мы ведем большую информационную кампанию. Мы встречаемся с работодателями. Будем считать, что и мы с вами сейчас этим занимаемся? Да. Я призываю всех граждан, которые смотрят эту передачу, чтобы они спрашивали своего работодателя, что они готовы пройти обучение. И самих руководителей предприятий, чтобы они, скажем так, обратили на эту программу внимание. И пришли к нам в службу заинственник. Потому, что это плюсы работодателю и самому человеку. Да. Это тоже все бесплатно. Абсолютно. И для работодателя, и для граждан. Спасибо большое, дорогие друзья. Я думаю, просто нужно все, о чем мы сейчас говорили, взять на заметку. Особенно это касается и молодых семей, которые думают заводить ребенка или нет. Зачем думать? Здесь наше будущее. Здесь это наша радость. И поэтому семьи все-таки должны об этом задумываться. Нам, может быть, не совсем к 40 годам, а все-таки пораньше к этому идти. И дети – это наше все. Наше все. Согласен с вами полностью. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова